Приветствую, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Мой гость наблюдает невероятную славу Божию с чудесами и знаменем на протяжении многих лет. Бог дал ему видеть отблеск той славы, о которой когда-то говорил Смит Вигглсворд. Он говорил, что грядет пробуждение в тысячу раз сильнее, чем кто-либо видел на земле. Сегодня мы даже не наблюдаем того, что видел он в тысячу раз сильнее, говорю я вам. Дэвид Герцог готов поделиться с нами сегодня тем, как он начал свое хождение в славе Божией. Вам интересно? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир, о котором мы не знаем. Можем ли мы заглянуть в древние тайны сверхъестественного? Могут ли наши сны передавать послания с небес? Реальны ли чудеса исцеления? Есть ли жизнь после смерти? Более 35 лет Сид Рот исследует загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к нему в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Я так рад видеть тебя. Знаю, что слава Божия обильно изливается через тебя. Но здесь сегодня, возможно, есть люди, которые не знают тебя. Расскажи что-нибудь сверхъестественное, что произошло в твоей жизни в последнее время, скажем, последние годы. За последнее время я столько всего видел, даже за последние пару недель. Я был в Киеве неделю назад. Слава Божия была настолько ощутима. Люди подходили ко мне сами и говорили, у меня дырки в зубах заполнились, у меня исчезли опухоли. Было два человека с диагнозом рак, их привели уже после служения. Они оба выглядели ужасно, словно на волоске от смерти, серая кожа. И когда мы начали молиться, слава Божия явилась нам. Не прошло и минуты, как из этих людей начали выходить злые духи, дух рака ушел. Цвет кожи начал восстанавливаться, боль ушла. И на следующее утро... А, ты лично видел, как изменялся их цвет кожи? Да, именно. Это было на прошлой неделе. Прямо на моих глазах, в офисе пастора. Я смотрю, ее муж подвозил меня в аэропорт на следующий день. И он сказал мне, что она была в такой депрессии. Она вела прославление до болезни. В тот день все изменилось. Боль ушла, опухоль исчезла, здоровая кожа, и, главное, к ней вернулся дух радости. Она пережила первую любовь. Давид, дай определение. Мы говорим о славе. Давай разберемся. Это была слава Божия, без сомнения. Что это вообще означает? Слава Божия. Что это? Давай скажем так. Если ты и я прямо сейчас окажемся в раю, если попадем на небеса сейчас, что мы там переживем? Это слава. Презодствие? Да, пребывание Бога. Такая слава, словно ты уже умер и оказался на небесах, но ты жив и переживаешь его славу. Вот что это. Ты живешь так, словно ты уже на небесах. Это больше, чем просто дары или помазания, какие-то способности. Это слава Божия, наполняющая тебя изнутри и снаружи. Это рай на земле. Мы знаем о славе, и также мы знаем о помазании. А ты можешь объяснить нам разницу между этими понятиями? Конечно. Я много лет служил, так скажем, тяжелым помазанием. Ты молишься за людей, возлагаешь на них руки, и все это делаешь, и это словно исходит изнутри. Это как батарейка. Ты ее заряжаешь, когда молишься, и потом высвобождаешь заряд. После этого ты часто чувствуешь себя уставшим. Как служитель, ты просто истощаешься. Да, когда я возлагаю на кого-то руки, я чувствую, словно из меня исходит что-то и переходит на этого человека. Да, именно, это по-библейски. Я делал это долгие годы и очень часто уставал. Но однажды, пережив славу, я понял, что она действует в нем. Божья рука через славу напрямую касалась людей. Мне даже не приходилось возлагать руки на людей. Я просто говорил им поднять руки, и уже Господь прикасался к ним сам, без моего участия. Вот так вот, напрямую, сам. А это значит, то есть, вся слава достается Богу, да? В таком случае ты становишься простым наблюдателем. Да, именно, наблюдателем. Расскажи, что Господь открыл тебе. Это слава, которую ты уже переживал. Но расскажи о той великой славе Божией, которую Он предвестил тебе. Что должно произойти вскоре? Как ты это видишь? Как я вижу, Бог всегда ведет нас из славы в славу, из веры в веру, из силы в силу. Те из нас, кто пребывал во славе годами, были верны. Господь показывает мне, что Он переведет нас в другое измерение. Я спрашивал Его, насколько это велико. Он сказал, что это величие не может сравниться ни с одним пробуждением прежних времен. Мы говорим о Движении Христа, о Кэтрин Кульман, пробуждении на Азуза-стрит, Сперджин, Смит Вигглзву, Уэсли. Все эти пробуждения, ничто не сравнится с тем, что грядет. Это будет великое пробуждение всей Земли. Я спросил, как это будет? Он сказал, это произойдет так быстро, что прежде занимало годы, будет происходить в считанные дни. Дэвид, когда мы вернемся, я хочу, чтобы ты рассказал нам, как ты соприкоснулся со славой Божьей, с очевидным пребыванием самого Бога. И снова, все, что Давид может делать, все, что могу делать я, вы можете делать еще лучше. Мы скоро к вам вернемся. Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественное рядом с нами. Мне 14 лет. Этим утром я смотрела программу об ангелах и почувствовала, как на меня изливается тепло. Я расплакалась. Я болел раком, и Господь исцелил меня. Это настоящее благословение, и имеется возможность смотреть передачу «Это сверхъестественно» каждую неделю. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт sidrot.org. Это сверхъестественно. Давид, возвращаясь к теме, хочу упомянуть моего друга Руф Хефлин, у которой в работе целый пансионат, куда съезжаются люди и где проходят собрания. Она учила о славе Божьей по всему миру. Однажды Давид хотел послушать ее учения о славе Божьей на земле. Он приехал туда как наблюдатель, но в стороне он так и не остался. Там произошло что-то очень интересное. Расскажи-ка нам об этом. Я приехал туда сразу после тура, шесть месяцев пробуждения. Это было великолепно, но я так устал, хотел принять от нее что-то новое. Зашел, это было 2 января 95-го. Зашел, и так жажду. Только зашел, как сразу увидел ее на входе. Она сказала мне, ты будешь спикером сегодня? Я ответил, нет-нет, я проповедовал полгода. Устал, жажду. Я хочу послушать вас, но она не шутила. Я отстаивал свою неготовность, а она настаивала наобратно. Я сдался и решил прочесть Исайю 61-ю главу. Слава Божия накрыла меня прямо там, на сцене. Я просто прочитал две главы Библии, и все на этом. Подожди, тебя накрыла Божья слава. А что это означает? Опиши нам это. Да, я как раз собирался. Меня накрыла Божья слава, и я начал петь эту главу. Какая-то неведомая сила наполнила меня. Я весь покрылся золотой пылью. Не знаю, что это было. Мое лицо и все тело покрылось позолотой. Я не понимал, что происходит. Это не я пел, это было не мое послание. Я пел «Восстань, светись в Иерусалим», и думал, что ты делаешь. Так стыдно было. Это вообще был не я. Жена смотрела на меня, и в этом экстазе я взглянул на рух. Она улыбалась. Она знала, что я вышел не просто так, что это выход на новый уровень. После этого я еще неделю пребывал в духовной реальности. Я даже не понимал до конца, на земле я или нет. Это было что-то запредельное. Я даже не знал, что такое бывает. Я учил о Божьей славе, но до того момента я никогда не переживал ее на таком уровне. Я не знал, что такое возможно. Ездил в туры, насаждал миссии, видел пробуждения, чудеса, спасения. Я знал, что Бог может действовать и как. Но было целое измерение, которое нельзя было сравнить ни с чем этим. Я даже не думал о том, что проповедовать. Я просто хотел пребывать в этом. Вот и все. Для тех, кто нас сейчас смотрит, вероятно, они знают Иисуса и рождены свыше. Возможно, даже крещены духом, но никогда не переживали той реальности, о которой ты нам рассказываешь. Что ты посоветуешь им? Как им пережить славу? Не одним словом, но и не очень долго. Ты жаждешь, ты отчаян, возможно, ты засох, ты слушаешь и думаешь, как вообще это возможно пережить. Первое, я был в отчаянии. Не просто жажду, я отчаивался. Я говорил в своем сердце, Бог, если ты не придешь ко мне сейчас, я готов прийти к тебе. Если придется, я жажду тебя. Это отчаяние приводит к близости. Ты говоришь, Бог, я просто хочу быть с тобой, мне ничего не нужно от тебя. Я просто хочу быть с тобой. Ну и второе, это прославление. Прославление из сердца. Речь даже не о песне. Ты просто прославляешь Бога. Это глубокое стремление к Нему, ожидание. И тут что-то происходит. В твою комнату врывается жизнь. Она ведет тебя из славы в славу. Итак, первое, отчаяние. Второе, небывалая близость с Ним, как в самом начале. Вернись к первой любви и начинай прославлять Его всем сердцем. Ожидай, как сойдет Его слава. Ты не сможешь без этого. Это такой святой наркотик. Когда ты входишь к Нему, ты не сможешь вернуться к тому, что люди называют нормальным христианством. Хотя оно не нормальное, оно мертвое. Ты говорил, что раньше входил во славу часами, но теперь ты входишь в нее мгновенно. Как это происходит? Да, я всегда так говорю. Люди спрашивают, как оставаться в этом состоянии после твоих служений. Я говорю, вот вам секрет, запишите его. Они начинают записывать. Не выходите. Самый верный способ оставаться во славе – это не выходить из нее. Возможно, вы брали пост, прославляли Бога пять часов на конференции. Когда уходите домой, оставайтесь в этой реальности. Продолжайте прославлять Его, любить Его. Просто оставайтесь в этом. Не возвращайтесь к обыденности. Пусть не будет двух разных жизней – обычной и духовной. Оставайтесь в духе, по пути на работу, меняя подгузники, сидя в офисе. Просто будьте в духе всегда. И тогда… Я был недавно в Израиле. Из лифта вышел парень с больной рукой. Это был араб или еврей, не помню. Я заметил, что у него что-то с рукой. Говорю, давай помолюсь за тебя. Бум! И тут же он исцелился. И пошел дальше. Ты просто в духе. Вот и все. Знаете, так много невероятных чудес происходит с людьми, находящимися в славе. Представьте, люди даже становятся моложе на глазах. Дэвид видел это сам? Он расскажет нам сразу после рекламы об этом. Одно хочу сказать. Я знаю, что делает тебя старше. Колдовство делает тебя старше. Слава делает тебя моложе. Мне очень нравится слава. Мы скоро к вам вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа – Божьей любовью. Новое человечество откроет доступ к Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениках. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Многие зрители сообщают о чудесах исцеления, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это «Сверхъестественно». Мы тут шутили сейчас с Давидом, но что еще ожидать от двух евреев, когда они вместе? Давид, я помолодел, да? Серьезно. Ты был на служении, где люди становились моложе. «Расскажи, как это было, потому что очень многие этого хотят». Да, такое случалось на многих служениях. Господь словно обращал время вспять. Например, у лысых людей начинали вновь расти волосы, или седые волосы вновь обретали свой цвет. Я никогда не забуду. Я был на твоем служении, по-моему, был там спикером, не помню. Я сидел за женщиной с длинными, очень белыми, седыми волосами, примерно как у меня. Я собственными глазами видел, как ее седые волосы начали темнеть. Вот прямо на глазах. Это невероятное чудо Божие. Я очень люблю наблюдать, как происходят его чудеса. Это была долина чудес, да? Вполне возможно. Потрясающе. Там служил Аллен, и ты тоже служил там. Давид, а что насчет телепортации? Однажды со мной было такое. Но как можно объяснить, что кто-то может преодолеть за два часа расстояние, которое обычно требует восьми часов езды, или человек садится в самолет, и он прилетает уже мгновенно на какое-то место. Как это вообще происходит? С нами такое было. Однажды мы ехали от друзей, это было восьмичасовое расстояние. Мы просто славили Бога. Как вдруг мы поняли, что уже подъезжаем к дому через полтора часа? Мы проверить не могли. Как бы сильно мы не разогнались, невозможно было приехать так быстро. Когда твой Дух обращается в небеса, туда, где нет времени, Бог сжимает время и переносит тебя в другое место. Ты учишь о различии провозглашения и исповедания Божьего Слова. Так же, как ты переносишься сверхъестественно в другое место, расскажи и поясни нам это. Многие люди исповедуют Божье Слово. Это можно сравнить с витаминным комплексом. Я исповедую ранами, и его я исцелен. Исповедую мои долги, оплачены. Чаще всего, когда мы исповедуем Слово, мы подразумеваем будущее время, как спина обоих. Я исповедую исцеление. Но повеление — это то, что делал Иисус. Встань, возьми постель свою и ходи. Сейчас. Повеление — это настоящая реальность. Когда мы повелеваем что-то во славе Божьей, это происходит в тот же самый момент. Пророчество во славе создает реальность. Раньше ты слышал это, ты поедешь в Африку, ты записывал это и ждал, может быть, исполнится. Но во славе, услышав это, ты получишь приглашение на телефон через минуту. Повеление создает реальность, в отличие от исповедания того, на что ты надеешься. Как обычному христианину, пребывать во славе Божьей 24 часа в сутки. Ну, во-первых, вообще не спать. Шучу. Оставаться во славе возможно даже во сне. Просто начинать день с Богом и заканчивать его с Ним. Прославлять Его, любить Его, пребывать в Слове, в близости с Ним, просто наслаждаться, вместо действий по привычке. Тогда весь день Он будет с тобой. Он будет с тобой в машине, на работе, на служении, везде. Помнить о том, что Он рядом. Вот секрет, как оставаться в Нем. Просто помнить, что Он рядом. И часто бывает, что ты просто молишься за кого-то, а Бог уже тут. И бум, приходит Его сил. Достаточно просто размышлять о Нем постоянно, и тогда Он будет находиться с тобой постоянно. Здесь есть люди, которые имели отношение к религии. Кто-то воспитывался в Божьем Слове с самого детства, кто-то узнал о Нем недавно, но немногие имели опыт действия Мессии внутри себя. Я хочу помолиться с вами сегодня. Мессия, Создатель мира, желает обитать внутри вас. Он избрал вас. Поэтому повторяйте сейчас со мной эту молитву. Ее слова очень просты. Скажите, дорогой Господь, слух, дорогой Господь, я грешник. Прости меня за все мои грехи. Я верю, что кровь Иисуса омывает их. И теперь я совершенно чист. Иисус, стань моим Господом и стань моим Спасителем. Аминь. Давид, я хочу, чтобы ты провозгласил близость с Богом, славу Его и исцеление над всеми нашими зрителями. Я молюсь за тех, кто смотрит нас. Поднимите руки, закройте глаза и ожидайте. Господь Отец, я прошу, наполни каждого собою. Позволь пережить Твою великую славу, невероятную близость с Тобой. Пусть Твой рай на земле придет в их дома, в их машины, через телефон или телевизор. Пусть слава Божия изольется в их дом, проникнет в их тела, на клеточном уровне, на эмоциональном уровне. Проникни Твой дух. Позволь пережить Твою славу, как никогда раньше. Измени их жизнь навсегда. Измени их семьи, их мышление, их служение, чем бы они ни занимались. Я повелеваю в духе, слава Божия изливается на тебя через экран телевизора или телефона. Даже если ты раньше не знал Иисуса, она наполняет тебя. Ты мог быть мусульманином, иудеем, атеистом, кем угодно, желтым, черным, белым, красным. Бог наполняет тебя своей славой сейчас, потому что Он любит тебя. Создатель неба и земли любит тебя. И благодаря жертве Его Сына Иисуса Христа ты имеешь доступ к Его великой славе. Еще больше той славы, что видел Моисей или апостолы. Еще большая слава высвобождается сейчас для тебя. Прими прямо сейчас ощутимую славу Божию. Прими прямо сейчас ее. Кто-то наполняется. Я вижу, кто-то плачет. Кто-то истерически смеется. Не знаю почему. Кто-то освобождается от религии, от старых путей. Кто-то исцеляется. Ты даже не думал об исцелении. Ты искал Бога. Найдя Его, ты обретешь все остальное. Близость с Богом. Восстанавливается прямо сейчас. Ты смотрел эту передачу с такой жаждой. Ты говорил, я хочу это пережить. Ты просил, и Божья слава сходит на тебя сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас она сходит на тебя. Дай нам знать, что произошло с тобой во время этой молитвы. Напиши свою историю. Прямо сейчас нам мы хотим знать о тебе. Человек с атрофированным пальцем. Ты исцелен во имя Иисуса. Многие зрители сообщают о чудесах исцеления, произошедших в результате просмотра программы. Во время пребывания в больнице из-за воспаления легких у моего 71-летнего брата по причине заражения крови перестали функционировать почки. Была даже остановка сердца. Его реанимировали и перевели на искусственную вентиляцию легких. Почти сразу же после этого я услышала, как Рикардо Санчо с вашей программой пел песню «Это еще не конец». Вы много раз показывали о том, как люди исцелялись, в том числе о женщине с кислородной маской на лице. Я почему-то знала, что так будет и у моего брата. Я кратко помолилась за его исцеление, и песня «Это еще не конец» воплотилась в его жизни. Он смог дышать самостоятельно, уже без аппарата. Это было самое настоящее чудо. Слава Богу! Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Синди Джейкобс. Мы живем в особенное время особенных обетований. Присоединяйтесь к нам в следующей программе «Это сверхъестественно» и учитесь, как останавливать планы врага. Настало время вернуть то, что принадлежит вам, и начать управлять своим будущим. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть — это сверхъестественно для ваших мобилейных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Но у Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть, это сверхъестественное. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня.